Тем временем намагается в России шукать винных, шукать шляхи, как выбрать ситуацию. Буквально свежая информация завелась командующим объединенной группировки войск, назначен начальник генштаба Валерий Герасимов, сообщает Минобороны. Что это может означать, как думаете? Ну, там же Герасимов, Лапин, это тех, кого Кадыров вместе с Пригожиным оскорбляли, унижали, называли пи***и. Вы же это все помните, они открыто об этом говорят. То есть сейчас это говорит лишь о том, что идет раскол внутри. Но, если мы сейчас возьмем точку зрения менеджмента, крутого уровня менеджмента, то их кукловод Путин специально, мое мнение, раздрабливает внутри вот эту систему, чтобы у них не было сговора, не было взаимопонимания. А когда они между собой конфликтуют и все бегут к папе, вот так вот легче управлять. То есть это классическая модель управления в сложной структуре. Потому что если они все вместе, они в любой момент пришли к какому-то взаимопониманию и его скинули. Он это тоже опасается. Поэтому разделяй властвуй. Он этот принцип принимает сейчас даже в своей армии. Плюс, вы должны понять, что регулярная армия, это все-таки как ни крути, солдаты, офицеры, люди, отдавшие свою жизнь армейскому уставу. Ну, мы должны это понять. А все ЧВК, это чаще всего наемники. Наемники, которые не имеют ничего общего с военной жизнью, с военным устам. Кроме того, что им платят деньги за то, что они где-то отжимают бизнеса по всей планете или убивают людей на заказных убийствах. То есть это две разных полярности, которые так или иначе между собой сейчас приходится им уживаться. Но поверьте, от этого любить они друг друга не стали. Путин всем этим пользуется. Разделяй властвуй. Сталкивай всех лбами, разводи, кукловодь, а сам управляй. Это его принцип. Что такое интересное? Такий интересный персонаж, спирный Суровикин, с которым связывают все ракетные удары, которые начались в Украине. Власне, это их область инициатива. Сейчас он стал заступником Герасимова. Что это означает, на вашу думку? У них другого варианта нет, чем ракетные удары и удары с шахидами. Это сейчас на сегодняшний день стратегия номер один. Ну и мясо, мясо, мясо. И будет плевать Лапин, Суровикин или прочие другие фамилии. Абсолютно плевать. Если нам будут вовремя давать поддержку огневую, БК и технику, мы будем держать оборону. И это ни на что не повлияет их количество, их смены, их генералов. Вот поверьте, повлияет единственное перебой с поставкой вооружения. Что ж, сподіваємось, ну и також сподіваємось разом с тим на допомогу від західних партнерів, якнайшвидше, бачимо уже перші результати сьогодні зустріч Зеленського із партнерами у Львові. Буду вам дякувати за важливу розмову, за що знайшли час, у такий важкий час сьогодні поговорити про ситуацию на Донецькому напрямку. Денис Рославский, офицер Збройной силы Украины, був з нами. Друзі, я ж нагадаю, ви на Фабриці новин, безвязково ставьте лайки, подписки і ваші коментарі. Ми також чекаємо під цим відео. Дякую, що залишаєтесь з нами. Дякую, що залишаєтесь з нами.